Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан решает, что имя, которое я вытащил из коробки, и будет именем, карта, которую она вытягивает, оказывается броском Хасана. И Хасан написал свое имя на бумаге. Дилан говорит, что такого не произойдет, сначала мы решим, как решить. Затем, если одному из нас оно не понравится, это имя будет исключено, а имя, которое нравится нам обоим, будет принято, и они начнут стрелять. Ясмин думает, что Харун скажет, не уходи, я не могу жить без тебя, и спрашивает его, что делать. Ясмин расстраивается, когда Харун отвечает, я не думаю, что у тебя когда-нибудь снова появится такая возможность. Однако Харун на самом деле не хочет, чтобы она уходила. Дилан и Берон говорят, что комната очень красивая и что, когда привезут мебель, она станет еще красивее. Берон обнимает Дилан сзади и целует ее в щеку. Тем временем Феррат и Гуль приносят отстоявшийся кофе и говорят, что цвет очень красивый. Когда Гуль спрашивает, что ты сделал с именем, Дилан отвечает, ну, мы окунули руки в коробку. Баран берет бумагу и передает ее Гулю, говоря, что вот результат. Все они очень удивляются и рассказывают о том, как Хасан положил в коробку имя. Когда Гуль протягивает Дилану ее любимый шоколад, Феррат берет один, Дилан падает и передает его в руку Барану. Дилан может быть беременна, она может уделять все внимание, но не забывай, что у тебя есть брат, который всегда думает о тебе. Берон улыбается и говорит, спасибо, кусок льва. Ясмин режет лук и плачет, обижаясь на то, что Харон сказал ей уйти. Когда Харон замечает и спрашивает, почему ты плачешь, Ясмин отвечает, ты все видел не так, ты видишь все не так. Берон и Дилан приходят в свою комнату и садятся на своей кровати. Дилан говорит Берону, ты тоже очень устал, позволь мне принести тебе сегодня молока, и уходит, а Берон укладывается в постель. Пока Харон подсчитывает дневные доходы и расходы, он понимает, что шаль Ясмин осталась. Ты не хочешь, чтобы Ясмин оставила деньги и ушла, но ты говоришь, иди, если я скажу остаться, девушке будет жаль, неважно, Харон, ты сделал все, что мог, он все равно ничего определенного не сказал. Он разговаривает сам с собой, думая, что, возможно, она не пойдет. Когда Дилан входит в комнату, думая, что молоко готово, она видит, что Берон заснул. Пока Берон спит, он ласкает ее волосы и целует в щеку. Затем Дилан устраивается в постели и пьет молоко. Пока Берон бреет бороду в раковине, Дилан просыпается и подходит к нему. Когда Берон видит, что Дилан смотрит на крем для бритья, он говорит, что даже не думая об этом. Дилан говорит, что я принес тебе молоко ночью, но ты спал. Тогда Дилан украдкой берет пену и наносит ее себе на лицо, не слушая слов барана, Дилан не должен этого делать. Пока Берон берет пену и наносит ее на лицо Дилана, когда Дилан сдается, Берон тянет его за талию и обнимает. Когда Берон спрашивает Дилана, он удивляется, что он так быстро сдался, Дилан говорит, что не сдастся, у нас много работы, я не хочу терять время. Дилан и Берон собирают всех в зале, говоря, что им есть о чем поговорить. Когда приходит Дилан, он говорит, как ты знаешь, скоро к нам присоединится маленький корабей, ты много работал, я думал, что проведу много времени с ребенком в комнате, я думал, в этой комнате будет частичка тебя. Когда Феррат говорит, конечно, мы тоже можем что-нибудь купить, Дилан говорит, такое было, например, у тебя должна быть игрушка и книга, пусть игрушка моего дяди будет книгой моего дяди. Всем нравится идея Дилана. Харон готовит завтрак вместе с Ясмин, но Ясмин говорит, что у меня нет особого аппетита. Харон говорит, но когда ты это сделаешь, у меня тоже пропадет аппетит. Но когда Ясмин уходит, потому что у нее есть работа на кухне, Ясмин бормочет, ты пойдешь или останешься. Феррат приходит к отцу и говорит ему, что он понял, что Хасан преследует его, но что он передаст это задание другому человеку. Когда Дилан и Берон находятся в кабинете, они чувствуют себя неловко, потому что все еще не определились с именами. Потому что Дилан думает, что те, кто назовет невыбранные имена, будут расстроены. Когда Дилан встает и говорит, а нет, Берон паникует и спрашивает, что с ним случилось, с тобой все в порядке. Дилан чувствует облегчение, когда мои брат и тетя говорят, что они не упомянули об этой идее, и говорят, тогда позвони и скажи им. Когда Дилан звонит Джевдету и рассказывает ему об этом, они очень довольны. Мисс Сазади сидит у старого сундука и ищет вещи, как хочет Дилан. Феррат и Гуль также спешат, а господин Кудрет занимается мебелью. Джихан глубоко размышляет в беседке о том, что могло случиться. Дилан вместе с Бараном пытается спланировать, где поставить детскую кроватку. Когда Берон тянет кровать, а Дилан протягивает руку, Берон злится и спрашивает, что ты делаешь. Когда место для кровати заполнено, Дилан говорит, что это было чудесно, а Берон говорит, подождите минутку, приносит лошадь, которую он унаследовал от детства, и говорит, что первый подарок от меня. Дилан говорит, мне жаль остальных. Джевдет спрашивает Цеврии, где ее мать спрятала детские вещи. И, наконец, они садятся на пол в детской комнате и ставят перед собой коробку с именем. Когда выясняется, что ее имя, Сесур, Баран говорит, что она красивая, а Дилан говорит, это мой непослушный школьный друг бросил мне в голову баскетбольный мяч. Когда Баран спрашивает, где мы можем найти этого Чесура, Дилан отвечает, я не знаю, я никогда не думала однажды попросить отчет, и приходят Феррат и Гуль. Когда Гуль видит на земле имена Джесур и Бугра, она думает, что Бугра, имя, которое она написала, было выбрано, и спрашивает Феррата, видел ли он его. Когда Феррат, Гуль сказал, что они еще не выбрали его, Дилан, к сожалению, выбыл. Когда Гуль сказал, что мы можем сделать. Но когда Феррат не соглашается, Гуль расстраивается, и возникает сладкий конфликт. Баран говорит, подожди, давай посмотрим, пока не спорю из-за этого, я, как его дядя, хочу, чтобы все было именно так. Когда Дилан потом спрашивает, что вы принесли, они говорят, что что-то выбрали и принесут. Господин Кудрет обновляет и чистит комод из детства Барана и приносит его в комнату. Господин Кудрет принес стул, на котором госпожа Айтан кормила грудью Барана и уложил его спать, сказав, что это будет подарок Гэжи Айтан. Затем, когда он загадывает доброе пожелание и становится взволнованным, он уходит, говоря, ребята, у меня есть кое-какая работа, если вы меня извините. Хасан приходит к Шаиру с сумкой в руке Джавахир. Когда Дилан говорит, что то, что она испытает с ребенком в комнате, это самый красивый фильм в мире, Баран держит ее лицо в ладонях и говорит, что это не фильм, это реальность. Во сне Дилана госпожа Айтан вспоминает кроватку своего ребенка, зовет к себе Дилана и что-то шепчет ему на ухо. Когда Баран спросил, произошло ли что-то, он ответил, я вспомнил мать Айтан. Во сне она что-то прошептала мне на ухо. На мгновение мне показалось, что я вспомнил, что произошло, но я не смог вспомнить. Когда Баран намекает, что Дилан нерешителен, Дилан сначала не хочет этого принимать, но затем, видя твое терпение по отношению ко мне, он говорит, я влюбляюсь в тебя все больше и больше и обнимает его. Хасан входит в комнату, где находится Джавахир с занятыми руками. Госпожа Азади принесла сундук, на который она смотрела, именно таким, потому что в нем лежат игрушки ее детей. Затем, когда его спросили об имени, Дилан сказал, мы исключили два имени, только Чесур и Бугра, когда госпожа Азади сказала, вы хорошо справились. Они идут отдать Ферату красную машину, которую купила его мать Айтан, а Гулю – детское одеяло, связанное ее матерью. Пока Дилан и Баран сидят в гостиной, Гуль и Ферат дарят свои подарки. В этот момент приходит Джихан и говорит, ух ты, новые подарки, не смотри на меня, я просто положил свой подарок в комнату и, проходя мимо, заметил, что кое-каких вещей не хватает, я позаботился об этом. Слишком. Когда Дилан спрашивает, какой у тебя подарок, Джихан не хочет говорить, говоря, что это сюрприз. Когда Джихан спросил, определились ли они с названием, ему ответили, что Чесу и Бугра исключены. Потом он все еще говорит, что у моего племянника может быть красивое имя. Звонит телефон Гуля, это госпожа Кадер, она уходит от них, чтобы поговорить. Ферат просит разрешения и идет к нему. Когда он спрашивает, о чем они говорили, Гуль отвергает это как пустяки. Гуль очень радуется, когда Ферат говорит, ты моя жена, я знаю, что тебе жаль свою бабушку. Мы можем поехать в Мардин через день или два. Дилану и Барану любопытен подарок Джихана, и когда они приходят в комнату, они удивляются, видя, что Джихан подарил ему свою гитару, а это самое главное. Баран подходит к Дилан, держит ее за живот и спрашивает Дилан, ты знаешь, что мы начинаем. Когда Дилан говорит, думаю, я знаю об этом, он спрашивает, итак, вы готовы? Дилан выходит из комнаты, говоря, я готов, более готов, чем когда-либо прежде, но есть кое-что очень важное, о чем нам нужно позаботиться. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok